Среда, утро на Енисеи. Я Сергей Богатский. Это удачное решение. А сегодня у меня в гостях Суня Алупинина с ведром. Хорошо, что не с пустым. Что принесла? Здравствуйте, Сергей. Наша телезрительница, ваша поклонница, между прочим, Елена Константиновна, передала для вас вот эти замечательные лилии. Говорит, у вас таких точно нет. Спасибо, Елена Константиновна. Но я думаю, что вот такие лилии у меня есть. Сейчас объясню, почему. Ну, коль уж ты мне их принесла, значит, их нужно сажать. Пошли, определимся с местом. Смотри, Соня, лилии бывают. Я даже не знаю, вот сколько сортов и видов их, это очень много. Допустим, вот лилия кудреватая, да? Такой бабушкин цветок, по большому счету. И мне кажется, что вот эта лилия очень похожа. Судя по остаткам, наверное, все равно вот эта рыжая лилия. Ну что, посмотрим, что у нас тут с луковицами. О, какие здоровые, великолепные. Посмотри. А не поздно ли ее в августе сажать? Лилию никогда не поздно сажать. Ее можно пересаживать в любое время, даже в жару, и с ней ничего не будет. Поэтому я пошел за лопатой, пошел за песком, за перегноем. А ты тут пока отпирайся. Я наслаждаюсь красотой, можно немножко. Хорошо, давай. Перегноя у меня не оказалось, но песок и зола у меня есть. Заодно и сорнячки прополем. Видела, какая тяжелая у меня земля? Много полезных веществ? Ой, очень много. А зачем нужна зола, скажите, пожалуйста? Я вот ни разу не сажала цветы, не знаю даже. Зола нужна для раскисления почвы, для того, чтобы почва лучше дышала. А, кстати говоря, трубчатые лилии не переносят в кислой почвы. Ну вот смотри, даже если мы вот эту луковицу возьмем и оторвем, вот так, то вот с этой корневой системой, без луковицы, мы лилию можем посадить. Она все равно будет расти, естественно. И вот здесь, в этой мочковатой системе, образуют новые луковки. Подушечка из песка нашим лилиям точно не повредит. Дальше мы устанавливаем наши растения. Устанавливаем их вот так, букетной посадкой. И спокойно можем засыпать. Ну вот, в общем-то, и все. Осталось только полить. И хотя розу называют королевой сада, это, конечно, принцесса. Хотя на королевском гербе Франции она тоже присутствует. Я Сергей Богатский. И Соня Лупинина. И это было удачное решение. Пока, до следующей среды. Продолжение следует.